Российские социологи провели первое в этом году исследование уровня доверия россиян к власти. Ну и говорят, что в нашей стране наблюдаются уникальные явления, патриотический консенсус и рост самоуважения. Наиболее интересные цифры у нашего политического обозревателя Евгения Рожкова. Фонд «Общественное мнение» замерил Россию в новой реальности, то есть в начале 2015-го. Эти реалии известны. Кризис и новый вес России в международных делах. ФОМ решили посмотреть, каково доверие к власти в этих условиях. А верховная власть в России это президент. Так вот, если выборы бы состоялись в ближайшее воскресенье, то Владимира Путина поддержал бы 71% избирателей. По сравнению с остальными потенциальными претендентами он вне конкуренции. Это абсолютно уникальные цифры за все годы наблюдений за этим параметром. Мы видели один раз рекордную цифру 65%. Это был 2004 год. А сейчас мы видим больше 70%. Это очень большой размах. Резкий всплеск поддержки Путина, и это видно, произошел в марте прошлого года, когда Крым вернулся в Россию. И с тех пор рейтинг только рос. А введенные западные санкции, как способ давить на Россию, только сплотили общество. Вещь первая, это патриотический консенсус. Вещь вторая, это рост самоуважения, потому что я думаю, что есть четкая корреляция между восприятием людьми страны и ее лидера. Отношение к власти повлияло и на общее восприятие России как своей родины. Так 69% населения сейчас считают, что мы живем в передовой стране. 66% что даже в богатой, и 73% что в свободной. И на этом пока не сказались ни история с ценой на нефть, ни с курсом рубля. Кризис тоже испытание. Интерпретация очень простая. Когда начинаются неприятности, то люди естественным образом обращаются к той инстанции, которая может хотя бы как-то защитить от этих неприятностей. Мне кажется, что у людей отношение примерно такое, что раз уж Путин Крым вернул, то уж как-нибудь с кризисом-то точно справится. И еще один важный показатель отношения к борьбе с коррупцией в стране. И здесь социологов и политологов сильно удивили данные, что параллельно привела международная организация Transparency International. По восприятию коррупции в стране она поставила Россию на 136 место в мире. На одну строчку с Нигерии, Ливаном и Кыргызстаном. Кого опрашивали иностранные исследователи? Большой вопрос. Потому что социологи из ФОМ зафиксировали здесь же в России противоположную тенденцию. Процент считающих уровень коррупции в стране высоким упал с 80 с лишним до 66. А тех, кто считал коррупцию растущей, стало в два раза меньше. Люди говорят, что бытовая коррупция стала значительно меньше. В том числе за счет того, что ряд процедур были автоматизированы. Стало меньше коррупции со стороны сотрудников ГИБДД. Потому что вот, пожалуйста, камера, камере ты взятку не дашь. А подытожил глава фонда общественное мнение свой доклад так. Кредит доверия у власти в России сейчас высокий. И они продолжат замерять его в новой реальности. Евгений Рожков и Андрей Розенов. Вести.